Приветствую вас, Владимир. Мне по вашему описанию ситуация показалась такой, что девушка была вовлюблена, у неё была довольно сильная реакция на то, когда вы, грубо говоря, уехали, да, когда вы уехали, и по сути дела она осталась как бы без вас. И она хотела, она хотела, вполне возможно, я не уверен в этом, но вполне возможно, что она хотела закрыть реакцию, завершить что-то, что называется гестальт, вот. У неё это сделать, в принципе, получилось, вот, в плане того, что она завершила гестальт, она пообщалась с вами, вот. Ну, момент, как мне кажется, здесь в том, что и вы, и она уже немножко, ну, разные люди, я бы так это сказал. Вот, и мне кажется, что в процессе взаимодействия с вами она это могла понять, она могла понять, что вы уже другие люди, что вы разные люди, вот. И понять, что вы несколько не такой, не тот человек, которого она себе представляла. Не тот человек, которого она, ну, не тот, что бы хотела видеть, да. И она, может быть, может быть, вы остались тем же, вот. И, скорее всего, вы остались тем же, но вот она почувствовала, как бы, наверное, что изменилось, она почувствовала, что стало другой. И мне кажется, что она просто поняла, что вы не совсем тот, кого она ожидала, как это выглядит. Вот, это, ну, как мне показалось, не выглядит, как то, что она, не знаю, испугалась вас, это не выглядит, как то, что она решила, решила слиться, решила уйти, 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 например, да, и так далее. То есть это не выглядит, не выглядит так. Вот, как мне кажется, что я понимаю, что могу ошибаться, но вот не выглядит это так. Вот, и, соответственно, есть основания, на мой взгляд, думать, что просто вы оказались не тем, как она думала. Вот, и да, это, вне всякого сомнения, ситуация неприятная, вне всякого сомнения, эта ситуация далеко не лучшая, вот, которая могла бы с вами случиться, которая могла бы с вами произойти, но, тем не менее, мне кажется, что... Вам имеет смысл эту ситуацию, вот, попытаться, ну, может быть, не принимать, да, может быть, принимать и... Не надо, а вот допустить, 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 повторюсь, допустить только, что такое может быть, важно, потому что вот в таком ключе вы не смотрите. А это, повторюсь, очень может быть, ну, очень вероятно. Вот. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это на ваше собственное восприятие вообще. Вообще, вот, эм, вы довольно много говорите про, про чудо, вот, про... Про... novamente. Про... про поведение, вот, про судьбу и так далее. То есть, есть некоторые, есть мисти... мистификацию. Как мне кажется? И... эм... это, на мой взгляд, э-э... свидетельствует о том, что вы склонны... э-э, знаете, вот... как это сказать, вы склонны избегать каких-то реальных вещей, ну, например, избегать того, что, как бы, ну, чудо, да, чудес не бывает, то есть, точнее, бывают чудеса, бывают чудеса, вот, но они бывают, на мой взгляд, немножечко, не в таком проявлении, они бывают, на мой взгляд, несколько в ином проявлении, вот, и мне кажется, что это несколько, вот, не тот случай, а, ну, как бы, где чудо может проявиться, вот, точнее, это не тот случай, где чудо проявится так, как вы, хотите, чтобы оно проявилось, вот, поэтому, а, мне кажется, что вам обязательно нужно, а, обратить на это внимание, вот, на то, что, вот, склонны вы, как-то, вот, воспринимать, а, чудеса, да, склонны вы, как-то, мистифицировать, немножко, то, что, вот, происходит, вот, это, а, такой момент, мне кажется, он достаточно важный, а, следующий момент, на, следующий момент, на, который мне хотел бы обратить ваше внимание, это, а, то, что у вас есть, а, прошлый, негативный опыт отношений, это очень, а, грустно, а, всегда, больно и печально, когда, а, у, а, человека, вот, у людей творческих, вот, возникает, а, возникает, а, проблем, возникает проблема, возникает сложно, это всегда очень, а, на мой взгляд, а, грустно, вот, потому что, а, естественно, хочется, чтобы все было, а, хорошо, естественно, что, хочется, чтобы все было, а, нормально, да, хочется, чтобы, а, вы были счастливы, Но прошлый опыт отношений может вам мешать, могут мешать страхи, может мешать боль, могут мешать некоторые переживания и так далее. К сожалению, эта ситуация тоже вполне реальна. И, как мне кажется, здесь у вас эта болезненность, что называется, ранимость, убедимость в этом контексте, в контексте отношений, она у вас остается, ну скажем так, она у вас остается невротичной. Что значит она у вас остается невротичной? Что это значит? Это значит, как мне кажется, в первую очередь, это означает, что вы свою боль, свои эмоции от отраснования не прожили, не прожили, не проработали, по-прежнему у вас это болит. По-прежнему вы можете бояться, ну вы, собственно, об этом практически прямо говорите, да, что мне сложно проявлять, ну проявлять какую-то активность к женщинам и так далее. Вот, вы об этом говорите, и мне кажется, что это действительно про страх, это, мне кажется, действительно про некоторые эмоции ваши негативные, вот, с которыми вы не всегда знаете, что делать, вот, с которыми вы не всегда знаете, как обращаться. Поэтому здесь тоже очень важный такой, такой момент, момент того, чтобы возобраться в себе, да, чтобы быть, ну может быть, может быть естественным, чтобы быть собой, может быть и так далее. Мне кажется, это такой, достаточно важный нюанс, вот, на который вы здесь тоже не обращаетесь на внимание. Хотя это важно, да, это очень важно, ну опять же, как мне кажется, вы можете думать по-другому и в общем и целом это ваше право, да, думать иначе, думать по-другому, вот. Я не думаю, что могу и хочу вас переубеждать как-то, да. Следующий момент, как себя вести. Мне кажется, что если и говорить о том, как себя вести, да, если вообще вот ставить вопрос о том, как себя вести, то, мне кажется, вести себя нужно естественно. То есть единственный, вот, вообще способ, который я знаю о суча вести, это быть собой. Вот, ну не всегда это, не всегда это просто, не всегда это просто. Это понятно, что не всегда получается, но, мне кажется, что это не значит, что, ну, что не нужно так делать. Мне кажется, что, вот, умение, умение, умение быть собой крайне важно. Вот, и если вам тяжело быть собой, то, собственно, мне кажется, что вам нужно помочь научиться быть собой. Это не так сложно, вот, как может казаться, там, исходя из вашего опыта, исходя из опыта, там, вашего окружения, людей, может быть, с которыми вы, вы сталкиваетесь, да и так далее. Вот, то есть, ну, правильно. Это не так сложно, можно сказать, на первый взгляд. Вот, хотя, понятное дело, что, определенные сложности для вас, если вы, там, испытывали с этим проблемы, то, конечно, определенные сложности для вас будут безусловны. Вот, и мне кажется, что, в первую очередь, вам нужно, в первую очередь, вам нужно обращать внимание и на это, в том числе, тоже. Вот, а, дальше. Идем. А, дальше. А, дальше. А, значит, это, сутки, о. И, давайте, говорим, что это было, если выragвали с этим. карты нашёл, вот, и рассказать девушке о том, как обстоят дела, по сути, вот, что-то донести, постараться донести до неё, вот, ваше состояние, которым она может быть не вкус. Вот, и быть готовым к ответам, вот, быть готовым к любому ответу, как им было. Вот, совершенно не факт, что ответ вам понравится, совершенно не факт, что вы будете им довольны, вот, ну, по крайней мере, всё будет честно. Опять же, очень важно прислушиваться в этой ситуации, да, к самому себе, простите, к самому себе, простите, связанные с тем, что большинство клиентов женщин, которые уже на автомате обращаются к женщин, к самому себе, вот, там ещё, скорее всего, скорее всего, ответа, что называется, ясного, чёткого ответа, вам никто не дать, вот, ну, потому что эта девушка, да, вот, женщине сложно дать такой однозначный ответ, вот, как правило, поэтому вам придётся какие-то вещи додумывать самим, вот, и если у вас довольно хорошо развито, вот это, ну, чувство, да, чувство, чувство, чувство себя, если у вас развито хорошо, вот, то, на мой взгляд, вы можете, вы имеете все шансы, из этой ситуации вы всегда достойны, вот, то есть просто приходится к себе, понять для себя какие-то вещи и, собственно, идти дальше, вот, это не значит, что вам не будет больно, это не значит, что вам не будет тяжело, нет, больно тяжело, скорее всего, будет, особенно здесь, когда вы говорите про, ну, по сути, по сути вы здесь говорите про то, что это, значит ли, не судьба ваша, вот, и есть, конечно, ощущение, что вы нуждаетесь в чем-то таком, да, вот, может быть, вы нуждаетесь в поддержке, может быть, вы нуждаетесь в понимании, может быть, в чем-то еще, вот, и важно вам, на мой взгляд, уметь получать это из других источников, вот, чтобы вы не были так зависимы, вот. Дальше, что касается того, что вы, ну, вот, не хотите, или, может быть, боитесь навязываться. Лично я связываю это с тем, что вы себя, вот, в целом склонны обесценивать, вот, ну, это в данном случае может быть связано с тем, что вы творческий человек, вот, и для творческого человека, в целом себя обесценивать, в общем-то, ну, не то чтобы норма, но это довольно распространенное явление, вот. Хоть и, понятное дело, что не совсем, не совсем, может быть, корректно, не совсем, может быть, полезно, да, вот. Поэтому тут еще такой момент, да, что вы, вот, ну, только как творческий человек, вы можете себе навредить. С одной стороны. Вот. Поэтому работу, мне кажется, в любом случае нужно вести очень аккуратно, именно в силу того, что вы творческий человек, вот, и важно вас не ранить, да, вот. И, ну, вот, ваше творчество, именно ваше, именно вашу такую вот творческую модель не разрушить. Вот. Вы, конечно, можете сказать что-то, типа, почему вы считаете, что это можно сделать, да, почему вы считаете, что это, ну, легко будет сделать, и так далее. Вот. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Я не считаю, что это прямо легко сделать, но я не считаю, что это вполне возможно. Вот. Вот. Поэтому, как бы, мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, хотелось схранить вот этот вот ваш такой творческий, что называется, запал. Вот. Да, не разрушить его. А это, ну, вот. Это, к сожалению, может быть, возможно, если вы будете невнимательны к себе. Ну вот, такая история, вот, я надеюсь только на то, что у меня получилось вот давать этот момент, как мне кажется, важный момент, донести. Донести, вот, ну максимально корректно. Вот, то, что вы описываете по поводу хорошего общения, то, что вы описываете по поводу того, что у вас, что вы хорошо ладили и прочее, прочее. Вот, я ни в коем случае с вами не спорю в этой ситуации, в ситуации, что вы действительно могли хорошо ладить, вот. Но важно понимать, что, ну как бы это ни о чем не говорится. Вот, как мне кажется, этот момент, ваш момент заключается именно в том, что вам плохо, именно в том, что вам тяжело. Тяжело именно в том, что вам, как бы, трудно, и что вы боитесь очень сильно, вот, повторение боли и так далее. То есть, вы боитесь боли. Вот, я не могу сказать, ни в коем случае не могу и не хочу сказать, что это, что это не нормально, что вы боитесь болевых ощущений каких-то и так далее. Вот, мне кажется, что, ну, боятся боли, но все в какой-то степени, более боимся. Вот. Ну, важно, наверное, немножко другого, наверное, важно немножко другое, наверное, ооо, наверное, ооо, наверное, 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 повторюсь. Вообще то, как вы проживаете боли, вот, потому что, если вы от нее бежите, вот, если вы от нее убегаете, если вы убегаете от боли, то она будет вас снова и снова преследовать. Вот, и это, мне кажется, неизбежный, мне кажется, это неизбежный факт, вот, ну, потому что от чего бежишь, до тебя нафига, вот. Вот, наша задача, как психологу, помочь вам, помочь вам, ну, научиться с этим боли справятся, вот, и научиться правильно с ней обращаться, и научиться себе доверять. Чтобы вы не строили надежд, вот, не пустых, не ложных, а именно неподкрепленных надежд, вот, которые, ну, потом бы вам причиняли бы их боль. Вот, такой, в принципе, ответ я могу вам дать, такой ответ я могу вам на данный момент предложить, вот, не знаю, насколько, насколько вам это подходит, не знаю, насколько вы с этим согласны, вот, но надеюсь, что хоть немножечко это вам поможет в понимании и решении, в том числе, текущей ситуации, в которой вы оказались. Потому что ситуация, я понимаю, что для вас, может быть, неправильно, неправильно, это я понимаю, достаточно хорошо, вот. Давайте сейчас еще раз прочту ваш текст, по крайней мере, тут, ту часть его, где, ну, где вы не касаетесь какой-то описательной истории. Смотрите, смотрите, вы пишите, мне 24 года, у меня отличная холостяцкая жизнь, вот, понимаете, такая штука, у вас отличная холостяцкая жизнь, вроде бы, говорите вы, вроде бы, говорите вы. Но мне уже вот в этом моменте, уже в этом моменте, показалось, что, может быть, у вас и отличная холостяцкая жизнь, но, как-то вам все равно, по ощущениям, ваше ощущение, может быть, вот, ничего этого не хватает, может быть, по вашему ощущению, вы, ну, вы чувствуете себя неудовлетворенным до конца, вот. Понимаете? Какая штука. И это, на мой взгляд, ситуация весьма неприятная, потому что вы можете таким образом себя обманывать, пытаясь убедить, убедить, например, себя в том, что у вас холостяцкая жизнь отличная, но на самом деле, может быть, она не такая уж и хорошая, да? Вот, поэтому, поэтому, что я здесь хотел бы? Я здесь хотел бы, пожалуй, чтобы вы также были бы собычными. Но, насколько вам нравится ваша, как вы говорите, холостяцкая жизнь, да? Вот, насколько она вам нравится настолько, что вы решили, ну, что вы сразу в отношениях. Это неплохо, то, что вы учили в отношениях, это абсолютно неплохо, но и отличная жизнь, холостяцкая, тоже, возможно, не совсем права. Я не пытаюсь сказать, что вы обманываете, ни в коем случае, но просто говорю о том, что, может быть, тут вот имеют смысл немножко, ну, несколько, ну, несколько, несколько детально на ситуацию посмотреть, вот, несколько приступных. Дальше. Так, прежде всего, она привлекла ко мне очень много внимания. Так, ну, это рассказано, совсем было не трудно купиться на идее того, что она та самая дана мне судьба. Ну, вот, про судьбу, да, вот, идея судьбы, она здесь вот, ну, довольно, ну, несколько мистично, я бы так сказал. Знаете, вот, то есть вы готовы были поверить, что есть девушка, которая может быть дана вам судьбой, вот. Но, что если вот эта вот не она, не она, условно говоря, вот, как, собственно, и, ну, в итоге и получилось, и получилось, вот. Поэтому так важно не покупаться на идею, потому что, когда вы начинаете увлекаться идеей, вы не видите самого человека, вы видите только эту самую идею, и всё. Ну, это, ну, в этом, в этом ничего нет хорошего для, ну, для вас, по крайней мере, потому что, просто, идёт такой самобан, в общем, в целом, и всё. Так, у меня было несколько недолгих отношений, в которые принесли мне боль и нервы, даже никогда не приняты слабости в отношении жизни, они больше структуры, чем на себе. А как вы, грубо говоря, слабость, как вы обращаетесь к слабостью? Ведь это очень важный, как мне кажется, момент, когда вы понимаете, как вам можно обратиться со своей слабостью? То есть, как вы относитесь, условно говоря, к своей слабости? Как вы к ней относитесь? Как вы воспринимаете её, свою слабость? Как вы к ней обращаетесь? Просто пытаетесь, не знаю, запихнуть её поглубже? Ну, это и есть, мне кажется, некоторый самобан. Вот. Нет ничего плохого в том, например, что вы уделяете внимание и время себе, да? Нет ничего плохого. Более того, это хорошо, это прекрасно, что вы уделяете время и внимание себе. Но, если это происходит естественно, а вот если это происходит неестественно, что это происходит, а, условно говоря, через волю, вот, то естественно, никакого удовольствия вам это не несёт, никакого наслаждения вам это не даёт. Получается такой вот самообман. Вот. Ну, кто от этого выигрывает? Мне кажется, никто. Да. Поэтому, то, что вы уделяете внимание себе. Это великолепно. То, чтобы, ну, ну, думаете о себе. Это преградка. Вопрос в том, насколько это естественно. Вот. Потому что, если вы блокируете себе какие-то потенции для того, чтобы что-то для другого человека другому человеку дать, то, вполне вероятно, что вы не являетесь собой. А, значит, вы себя не чувствуете, а, значит, отрываетесь от реальности. Дальше. На этом случае я бы считал уникальным. Да, столько чудо могло вести методы, как человек так доходит. Ну, вот, да, вот, как бы, здесь вот, к сожалению, то, о чём я говорю. Да, что чудо, 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 чудо и так далее. Вот. А дальше я не хочу показаться ханжевой. Вот. Потому что, ну, хочется верить, что я ханжевой не являюсь. Вот. Ну, на мой взгляд, вы поспешили, вот, идти на сближение. Причём, важно здесь не то, что вы поспешили идти на сближение. Девушка, если бы хотела с вами быть, она была бы. Никакое бы, никакое бы сближение, никакое бы сближение её бы не испугало. Никакое бы сближение, чтобы она хотела быть с вами. Вот. Поэтому идея здесь не в том, что вы поспешили. Дея здесь в том, чего вы хотели идти на это сближение. Да? Вот. Чем бы нуждалось. Вот. И так далее. Вот. Что было. Понимаете? Зачем штука? То есть насколько, ооо, насколько вы себя, ооо, сознаряли. Так было. Вот это важно. Дальше идём. Так. Значит. Вечером мы договорились. Вечером не шутил, но она сказала, что не для гостей. Видимо, не время подумал я. Дедушка спросил, что ли у неё хорошо. Ну вот. Здесь начинается игр. Ну, как минимум, как минимум вы здесь не до конца, ооо, честны с собой. Вот. Потому что, если, например, вы подумали, что, ооо, ну, если вы подумали, что девушка не на время. Вот. Тооо, ну, логично, на мой взгляд, логично было бы, так ей об этом и сказать. Вот. Ну, это все. В принципе. А мне разговарили, что это было. На самом деле. А, ну и дальше. В принципе. Я уже говорил, да, повторяюсь, как бы, наверное, нет какого-то особого смысла дальше, вот, поэтому я надеюсь, что вы просто определённые выводы сделаете из того, что я сказал, ну, если вам, конечно, откликнулось то, что я сказал, а если вам, ну, как-то вот, понравилось то, что я сказал, если вы, ну, если вы поспользовались внимания, то, что я сказал, вот. Мне очень жаль, что такая ситуация произошла, но у стремительных отношений, где люди себя не чувствуют, у стремительных отношений, где люди, ну, не заменчают, скажем так, определённых вещей, к сожалению, как правило, что правило, так и бывает, вот, это очень печально, грустно, 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 вот, но, к сожалению, очень часто такая ситуация происходит, вот, поэтому лучше, как мне кажется, что вы можете сделать, это сделать выводы и не торопиться вступать в отношения так быстро, вот, чтобы не испытывать разочарование, которые вы, например, вы, например, вы, например, вы, например, можете испытывать сейчас. Вот, такой ответ я могу вам дать, вот, сейчас я ещё, значит, посмотрю, да, все ли я ответил вам и закончим на этом. Так, бананы в опросе, у меня удивительные занятия, у меня такие бананы в опросе, не нужно много времени, но закупочек мне написать, когда время проявит, спасибо, что почитал, как мне себя есть. Правильно, на мой взгляд, вам, мой коллег сказал, да, вот, как себя вести, вести себя в зависимости от цели, то есть, вот, ну, начинал спросить себе вопрос, какая у меня цель, да, то есть, чего я хочу. А на этом нужно ответить себе на вопрос, как я девушку воспринимаю, то есть, как я её вижу, как она мне видится, видишь ли я её, там, например, реальным человеком, да, или нет, вот, и, соответственно, уже вести себя ровным счётом, исходя из своих целей, вот. Ну, при этом, при этом, я бы сказал, что вам нужно иметь в виду, обязательно, что вы, ну, ответственны за последствия, вот. То есть, вы ответственны за то, как будет это развиваться дальше. Например, если у вас ничего не получится, или если, не знаю, если девушка решит, вы не подходите, например, и так далее. Я думаю, вот, как-то, как-то, как-то так. Я думаю. Можно ответить вам на вопрос, который вы задаёт. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно, вот. Хочу пожелать вам всего самого доброго, вот. Надеюсь, очень надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена, вот, самым лучшим образом. Ну, а если всё-таки что-то пойдёт не так, да, вот, если всё-таки девушка с вами не захочет быть, или ещё что-то произойдёт, вот. То обращайтесь к нам, обращайтесь к психологам, вот, мы вам поможем пережить эту тяжёлую, вне всякого сомнения, тяжёлую ситуацию для вас. Вот, чтобы вы могли, чтобы вы не травмировали, не травмировали. Вот. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. И будем на свете. Субтитры создавал DimaTorzok